Давайте сегодня с вами поговорим о машинках для стрижки животных, хотя вовсе не факт. Поговорим о роторных сетевых машинках Moser. Две наиболее распространенные, да по большому счету две единственных машинки Moser роторных сетевых. Это Moser Max 45 и Moser Max 50. Давайте посмотрим в чем у них разница, какая из них лучше, какая хуже. Попробуем как-то сравнить. Итак, Moser Max 45 выпускается также под названием Moser Class 45. Цифра 45 в названии намекает нам на мощность этой машинки 45 Вт. В связи с этим была большая путаница, когда вышла новая модель Max 50, она более новая. Везде писали, что мощность ее 50 Вт. В том числе и мы на это купились в свое время, также писали, что 50 Вт. Нет, на самом деле здесь 24 Вт. Но не стоит делать поспешных выводов. Дело в том, что 45 Вт, 24 Вт это не полезная мощность, это потребляемая мощность. Сколько же тратит на свою работу эта машинка электричества из нашей с вами розетки. Что нас, вообще-то говоря, абсолютно не интересует, учитывая то, что это очень мало и это копейки. Отличия. Max 45, класс 45. Два разных названия отличаются ножами. Класс 45 позиционируется как для людей, и там идет нож 1 мм. Для меня это не очень понятно. Американцы обычно для людей машинки с ножом 0,5 мм делают. Max 45 для животных комплектуется ножом 3 мм. Max 50, класс 50 абсолютно одинаковые. Нож и там, и там 1 мм. Но у звериный Max 50 в комплекте идет 2 насадки еще 6 и 13 мм. У человечачьей машинки никаких насадок в комплекте нет. Только машинка с ножом 1 мм. Масло и кисточка. Ну, масло и кисточка и здесь у нас есть. Хочу особо отметить, не знаю, когда вы там посмотрите это видео. Через год, через 2, через 10 лет. Мозер периодически меняет комплектацию машинок. Что-то добавляет, что-то убавляет, меняет саму упаковку. При этом меняется артикул. Но комплектация тоже может поменяться. Насадок может стать меньше или больше. Могут еще что-то добавить, убавить. Хорошо, давайте достанем машинки из коробок. Итак, Max 45 в комплекте, как я уже говорил, кисточка и масло. Больше ничего здесь в комплекте нет. Само собой документация. Расчехляем машинку. И убираем все лишнее в сторонку. Max 50. Помимо машинки, здесь, как я уже говорил, имеются насадки. Ну и само собой масло. Щеточка для чистки здесь тоже присутствует. Как и макулатура. Так, пакетик уберем. Коробку уберем. Насадки. Насадки с металлическими зубьями. Очень удобные. Очень долговечные. Не царапающие, скругленные. Но набор из двух насадок это все-таки маловато. Лучше все-таки разориться и купить отдельно набор из восьми насадок. Итак, машинки. Ну, во-первых, Max 50 удобнее лежит в руке. Она полегче. Это немножко тяжелее. Не фатально. Но, тем не менее. И не так удобно лежит в руке. У него корпус довольно толстый. Вместе хвата. Кроме того, существенное отличие. Здесь всего одна скорость. Вкл, выкл и все. Здесь скоростей две. Первая скорость и вторая скорость. На какой скорости лучше работать? Во всех случаях, если нет особой необходимости, работайте на первой скорости. Почему? Чем ниже скорость, тем меньше греются ножи. Итак, давайте попробуем включить эти машинки в сеть. И посмотреть, насколько же они у нас громко или тихо будут работать. Итак, машинка Moser Max 50 довольно тихая. Если снять с нее нож, то практически бесшумная. Ну, хотя, наверное, машинки Endys и тем более Thrive еще тише. А если надеть на них нож, напоминаю, нож надевается на роторной машинке, на включенную машинку, шум и зарядно прибавляется. Ну, ничего удивительного. Ну и давайте попробуем теперь зарядить в розетку Max 45. Включаем первая скорость, вторая скорость. Ну, может все дело в ноже. Давайте нож снимем. Снимаем нож, включаем. Ну, звук ощутимо громче. Такой неприятный, типа старой советской бормашины. Хорошо. Но все-таки, что делать с мощностью? Здесь у нас 45 ватт, здесь 24 ватта. Почти в два раза меньше. На самом деле, здесь используется более современный двигатель, используется более современная схема передачи движения с мотора на нож. То есть, более современный редуктор. Давайте все-таки вскроем все это дело и посмотрим, что же там у нас внутри. Итак, вот мы видим наши две машинки в разборе. И здесь можем сравнить, что же находится у них внутри. Во-первых, здесь у нас используется мотор постоянного тока. И здесь выносной, очень качественный преобразователь тока. Здесь мы видим, что вся микросхема смонтирована внутри самой машинки. Соответственно, размеры этой микросхемы вы сами видите. Насколько там качественные элементы могут быть в таком размере. Оставим это вам рассуждать самим. Мотор здесь получается значительно меньше в размерах. То есть, мы видим, что вот эта вот часть, это кожух, внутри которого у нас расположен, опять же, вентилятор мотора. И здесь еще один дополнительный вентилятор. То есть, мотор очень горячий, большую часть своей энергии тратит на нагрев. Здесь у нас никакого активного охлаждения нет. То есть, мотор холодный, то есть, всю энергию он тратит не на образование тепла, а на то, чтобы производить движение. Хорошо. Произвели движение здесь, производили движение здесь. Куда же мы его дальше делим? Здесь мы видим, что вон там, он где-то в глубине. На вал мотора у нас насажена металлическая шестеренка, которая вращает у нас вот это вот пластиковое колесо, на которое установлен эксцентрик, который двигает у нас этот поводок. Здесь же у нас все гораздо проще. Прямо на вал мотора насажен эксцентрик, который, вращаясь, сдвигает у нас влево-вправо поводок ножа. То есть, как минимум, на одну лишнюю шестеренку здесь меньше. Что, конечно же, уменьшает трение в машинке, облегчает передачу движения. В целом, данная конструкция получается гораздо более совершенной. В итоге, если говорить о том, где же реальная мощность выше, то все сравнительные тесты грумером, уверении производителем, говорят о том, что данная машинка, хотя и потребляет меньше энергии, но мощность среза у него гораздо выше за счет другого абсолютно мотора, за счет более высокого КПД мотора, за счет более высокого КПД передачи. Итак, какую же машинку выбрать? Ну, конечно же, выбрать вот эту вот машинку. Она удобнее лежит в руке, она тише, у нее мощнее двигатель, но она дороже. Если говорить конкретно о нашем магазине, она дороже примерно в полтора раза. Поэтому, если вы работаете, если машинка ваш рабочий инструмент, я, пожалуй, советую вам все-таки остановиться на модели МОЗР МАКС-50, не экономить на себе, чтобы ваши руки меньше уставали, чтобы вы делали работу немножко быстрее. Если же вы начинающий грумер, либо вообще берете для дома, где у вас несколько крупных животных, которые стричь надо периодически, но не надо делать это с утра до ночи, то возьмите МАКС-45. Да, он шумнее, да, он греется, да, у него есть вентилятор, который раздувает волос, но стоит такая машинка гораздо дешевле, и для ваших требований она вполне подойдет. Ножи у этих машинок взаимозаменяемые, ножи стандарта А5 в этом плане переживать не стоит. Итак, еще раз повторимся. МОЗР выпускает на сегодня всего две роторных сетевых машинки. МОЗР МАКС-45, она же МОЗР класс 45, и МОЗР МАКС-50, она же МОЗР класс 50. Конечно же, МАКС-50 покруче, поинтереснее, но она подороже. Если вы хотите сэкономить, можете взять МАКС-45, да, она немного похожа по своей эргономике, но с работой справляется на ура. На этом, пожалуй, все. Если вы, кстати говоря, присматриваете себе машинку для стрижки людей, то я рекомендую обратить внимание также на Эндис. У них есть проводные машинки с мощностью хорошей, немножко слабее этих машинок, но более чем достаточно для людей, более компактные, более легкие. Например, Эндис МВП. На этом, пожалуй, все. Будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, добавляйте, друзья, и ноту по стригуну ВКонтакте. Ну и все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok